Слава Господу, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, дорогая душа! Сегодня снова и снова Бог говорит к нашему сердцу и говорит через жертву своего сына, через его голговские страдания, через его смерть. Сегодня прозвучали слова, которые пропели сестрички, я точно не помню, один такой вопрос, назови, что в жизни у тебя есть еще дороже? Что у тебя в жизни есть еще дороже, кроме этого драгоценного сокровища, этой драгоценной жемчужины, этого спасения, этого клада для души? Аллилуйя! Когда она стояла, она прошла, ей показывали многое из того, что было у Соломона. И последней каплей, последней, ну, можно сказать, вот этой переполнившей чашу ее сердца, это было, когда она увидела всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. На протяжении нескольких даже месяцев мы говорили о царице Савской, которая, что ее привело в восторг, что она видела. Она видела дом, она видела пищу за столом, вот его жилище рабов, стройность его слуг, мы об этом всем одежду их. Последнее, о чем мы говорили, виночерпив его, и последнее сегодня, вот о чем я хочу обратить ваше внимание, и всесожжение. Я представляю ее стоящую в храме, вот там, во внешнем дворе, где приносились именно всесожжения, вот это влияние овец, мычание или рев этих заколаемых животных, потому что их приносилось много, вот, и каждый раз проливалась кровь, это судорожное движение, предсмертные агонии этих животных. Что могло привести в восторг ее? Вот почему ей это настолько переполнило, что дальше после этого, говорится, она не могла более удержаться. Конечно, друзья мои, без внутреннего, сокровенного смысла, который я понимаю, что ей было объяснено, что это секрет, это сила Израиля, это секрет их чистоты и святости, это секрет или причина их принятия всемогущим Богом, они могут предстоять и объявлены быть святыми, потому что здесь, в этом, я не скажу, прекрасном месте, страшном месте проливалась кровь, и умирали невинные животные. Мои дорогие друзья, мы сегодня говорим не об этой жертве, которую видела царица Савская, мы сегодня говорим о жертве, несравненно более ценной, жертве, которую бледно отражали те ветхозаветные жертвоприношения. Это жертва, принесенная на Голговском кресте нашего Господа. Поэтому мы сегодня поговорим о красоте Его креста, жертвы Голговской. Она по-своему красива, эта жертва. Она страшна, она вызывает содрогание наше. Нам страшно, мы плачем, мы сокрушаемся, друзья. Но в сути своей она необыкновенно прекрасна и никак не может сравниться с тем, что видела царица Савская, с тем, что можем сегодня видеть мы и к чему мы призваны. Одна есть в мире красота. Не красота богов Эллады и не влюбленная мечта, не гор тяжелой громады и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота. Любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Аллилуйя. Если кто-то еще этого не понял, то нужно молиться перед Богом, чтобы Господь открыл глаза, как когда-то человек Божий сказал о своем рабе. Открой ему глаза. Помолился, открылись глаза. Видит славу Божию. Открой глаза Господи нам, которые, может быть, а может быть были открыты глаза, но по каким-то причинам они как-то померкло, что-то такое произошло, и уже видится что-то прекрасное в этом мире, интересное в этом мире. А на истинную красоту замыкаются, закрываются глаза, и уже сердце не восторгается. Апостол Павел в послании к Галатам 6,14 говорит такие слова. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым крестом для меня мир распят, и я для мира не желаю». Вы вдумайтесь в это слово, друзья. Он говорит, «я не желаю ни о чем хвалиться». Он жил в то время, когда можно было похвалиться колесницами, конями, хорошими домами, хорошим образованием, способностью, какими-то, может быть, ораторскими способностями и прочее. Он говорит, «я ничего не хочу, ничего не хочу знать, кроме Иисуса Христа распятого, ни о чем не хочу похвалиться, ничем, кроме крестом моего Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вы представляете? Причина похвалы. Сегодня проверяю свою жизнь. Так ли это у меня? Так ли это у тебя, дорогая душа? Действительно, это единственная ценность, о которой хочется всем рассказать. Похвалиться. И думаешь, ходишь с этим, и сердце наполняется таким, вот у меня что-то есть такое, сокровище у меня. Я знаю то, чего не знает этот мир. Не желаю ничем хвалиться. Конечно, друзья мои, кроме креста, он говорит, мы привыкли к кресту. Вообще, к символу вот этой символики и к кресту. Мы можем видеть множество церквей, которые проезжаем мы по дорогах и встречаем там на крыше, на шпиле, там кресты. Мы привыкли слышать о кресте в наших собраниях, потому что о нем поется, о нем проповедуется, стихотворение говорится. Вот кресты, кресты, кресты. И как-то вот это постоянное слышание, как-то вот затупило остроту восприятия. Не так ли? Сегодня мы поговорим об этом, потому что в кресте, о котором говорит апостол Павел, он совершенно не то имеет в виду, чему часто люди, что имеют в виду люди, что они воображают и представляют. Как разные люди видели крест на заре христианства? Как воспринимался крест? Крест, мы понимаем, что это символ страданий Христа. Это символ вот этой жертвы, которая была принесена. И он и сегодня остается символ вот этого, вот этой сути. Умер Бог за людей. Бог искупил человечество. Как же воспринималось тогда? Мы читаем это в Писании, говорит 1 Коринфянам 1,23. Мы проповедуем Христа Распятого. Заметьте, для иудеев соблазн. Камень притыкания и камень соблазна. Для иудеев. Это для верующих людей. Верующих по закону Моисееву. Знающих живого Бога. Но проповедь о Христе, о кресте, для них представлялся соблазном. Соблазн – это или камень притыкания. Вот смотрите. Вот притыкание на дороге, как часто бывает же в нашей жизни, что мы обо что-то спотыкаемся. Иногда мы сами что-то положили. Иногда кто-то положил незаметно, в темноте, не обратил внимания, потому что внимание на другое. Я не вижу, что у меня под ногами. Я просто устремлен, у меня какие-то цели, направления, желания. И вдруг вторгается в мою жизнь или в мой ход, в мое движение, вторгается что-то такое, чего я совершенно здесь не ожидал. Как правило, человек, ну что, спотыкается обо что-то. То именно Христос или крест Христа, истина евангельская, слово спасения, представляется, даже сам Христос это определил, как камень притыкания для многих людей. И, кстати, для верующих тоже. Камень притыкания. Это значит, что что-то внедряется в мою жизнь. Но оно для меня неожиданное. Вы знаете, часто воля Божия, Божьи требования, Божье обращение к человеку воспринимается человеком как что-то неудобное, как что-то такое, что мешает ему двигаться в своем направлении, которое он избрал. Книжникам, фарисеям, иудеям, ну не хотелось ничего менять в своей жизни. Ну привыкли к этому гармоничному укладу вот этого религиозного служения, поклонения, ведь к розоветнему, значит, то, что было бы... И ничего не хотелось менять. Не хотелось менять в своем характере, вот, в своей жизни. Не хотелось менять приоритеты, которые были уже расставлены давно. Но, друзья мои, это то же самое может происходить и сегодня. Точно так же, когда мы слышим отсюда, из проповеди, или читаем Евангелие, и Бог говорит, и что-то режет, что-то не согласуется с привычным укладом моей жизни. И тогда что происходит? Вот это... Я притыкаюсь, спотыкаюсь об этом. Мне нравится это. Вроде бы как лишнее, не вовремя. Но оно не должно быть таким. Что бы там ни случилось, как бы я ни планировал свою жизнь, но истинно Евангелие, истинно Евангелие, как бы я ни планировал свою жизнь, но Божье требование, Его Слово, Его Закон, это вопрос номер один, это приоритет номер один, номер один. Самое главное, и самое важное, это то, что говорит Бог. И камень соблазна, разочарование, потому что не так я думаю, это соблазн не в смысле прельщения, а в смысле разочаровался. Соблазнились о Нем, о Нем часто соблазнялись, потому что говорил не так, как они себе представляют. Не так Его представляли, Мессию. Соблазнились. Мои дорогие друзья, что меняется от того, что человек не воспринимает и соблазняется? Что от этого меняется? Меняется Бог, меняется Его требование, Он начинает подстраиваться под человека. Ничего подобного. это только беда самому человеку. Самому человеку беда, что он соблазнился, разочаровался, не буду больше ходить в собрание, не буду больше читать Библию, я уже домолился, Бог не слышит, соблазнился, разочаровался. Ну и что ты выиграл? Иногда, друзья мои дорогие, даже место приводится в Писании, вот хочешь служить Богу, следовать, вот сядь и издержки, исчисли. Какие издержки? Неужели есть альтернатива спасению? Неужели есть так, или последую за Господом, буду иметь Царство Небесное, как описано в Библии, или последую своим путем, буду иметь, ну тоже Царство, но чуть-чуть там похуже, там поскромней. Есть жизнь и смерть, есть рай и есть ад. Какой выбор? Выбора нету. Для человека здравомыслящего, для человека любящего Господа, ну, скажем так, не Господа, себя даже, желающему себе добра, выбора нет. Если желаешь себе добра, только за Господа, только в Господе, только ухватиться за Его руку, добрую, милущую, и только Царство Небесное, выбора нет. А для Еленов вообще, апостол Павел говорит, что они воспринимали это как безумие. Безумие. Почему? Глупость. Почему они так думали? Потому что Бог не может умирать за людей. Боги только требуют жизни людей, готовы забрать человеческие жизни, но свою Он никогда не отдаст. Поэтому это ненормально, это неправильно. Сегодня тоже много людей считает, что проповедь Иисусе о Христе, о спасении вечной жизни – это глупости. Но для нас спасаемых, иудеи, елены, обращенные из язычников или из любых народов, апостол говорит, для нас спасаемых – это сила Божия. Аллилуйя. Для спасения нашей души, для нас, призванных иудеев, елены, сила Божья и Божья премудрость. Итак, для уверовавших крест – это символ мудрости и символ силы Господней. Конечно, друзья, прошли года, многое поменялось. Сейчас, в общем-то, греки, елены, вот, ну, вообще, христиан, мир заквашен христианством, если так можно сказать. Христианство проникло, его учение, вот, и даже в наших рядах, вот даже мы, верующие люди, но мы заметили, что крест приобрел очень много оттенка, очень много символов. Он, ну, для некоторых, он стал просто украшением. Они готовы его поцепить на уши, поцепить на грудь. Украшение, крестик золотой, блестящий, какой-то там еще. Для некоторых, он стал просто брелком, вот, в машине, как к ключам, чтобы удобно было брать брелок. Ну, всякое, такое символичное, значит, тоже хорошенький, все-таки напоминает что-то, говорит о каком-то христианстве. Вот, для других, или для третьих, это стало талисманом. Нужно возить его с собой, нужно, потому что он будет от злых, всяких там, нечистых сил меня оберегать. Вот, спаси и сохрани, на некоторых крестиках даже написано. Для третьих, или четвертых, или пятых, он стал идолом. Они поклоняются, они слушат, они его готовы целовать. Мои дорогие друзья, так устроен человек. Помните, хорошее было дело, избавление от змеев, вот, медный змей. Но пришло время, обожествил Израиль медного змея, стал поклоняться, назвал его нехуштаном. Вот, вот твой Бог, который избавляет тебя от всех бед твоих. И человек Божий вынужден был сжечь. Может быть, хорошая была бы память, но сжег, потому что нельзя, нельзя заменить его Богом, поставить его вместо Бога, или между собой и Богом. Я интересную историю слышал, что, когда наши братья, еще раньше, где-то там в Африке или в Индии, не помню где, но первую колонку, когда они сделали водопроводную колонку, то люди, жители, значит, собрались, и когда они видят, что течет вода и все прочее, то некоторые из них, вот, становились на колени, обнимали и целовали вот эту колонку, целовали ее, вот, значит, на коленях, вот, вот, как божество, что ли, вот, в таком плане. Ну, так мы устроены. К сожалению, но для иудеев, то есть, для призванных иудеев и ленин, тем, которые покаялись, это действительно крест, это Божья сила, Божья премудрость. Истинные верующие, они ухватили суть креста, они не распылились, вот, и не распылили свое внимание, и не сделали из креста что-то такое, что не угодно Богу, не стали этому служить, или поклоняться, или придавать какие-то магические значения, как талисман. Они ухватили суть. И в чем же это суть? Суть именно креста заключается в том, что это Божья сила. Навсегда разрушено царство сатаны и сокрушена власть греха. Аллилуйя! Царство сатаны и власть греха разрушены, уничтожены. У дьявола уже нет власти, и только неправдой, только ложью он ее поддерживает, эту свою власть. Вы знаете, я читал один такой случай, я извиняюсь, даже о Божьей премудрости говорится, что именно в кресте, в той жертве, в том деле, которую совершил Христос, заключена Божья премудрость. Даже дьяволу не удалось, он не мог догадаться, что убивая, убивая, заглатывая эту жертву, он тем самым приближает свой конец и триумф, триумф победы Господа Иисуса. Он не в курсе, он не знал. Я прочитал один случай интересный, что у акул есть очень, ну, это вообще, ну, как царица или королева морей, хищница. Она никого не боится, она все проглатывает, вот, то, что меньше ее, то, что равно с нею, вот, уничтожая все на свой, ну, все живое. Все, что движется, это ее пища. Но есть в нее один враг, это маленькая рыбка, которая называется, называется эта рыбка, где-то я даже себе отметил. Диодон, такая рыбка есть маленькая, она ее проглатывает наряду со всеми рыбами, как пищу. Но она не учитывает, она не знает того, что у этой рыбки, в отличие от других рыб, она не задыхается в желудке у акулы. Она очень живучая. И благодаря своему зубастому ротику она прогрызает стенки желудка, прогрызает брюхо и выплывает на свободу. А эта хищница в мучениях погибает. Мои дорогие, даже в природе есть какие-то аналоги, какие-то прообразы, которые мы, Бог так видно создал, дьявол заглотил, проглатывал, он знал, что в смерть туда, вот, в этот плен попадает, человек оттуда не выходит. Но он не учел того, что есть сила жизни, божественной жизни. И этот Иисус в человеческой плоти, немощный, кажется, написано даже распят в немощи, он вставал, изнемогал, вот, хотел есть, от долгого пути, от жажды уставал. И как Писание говорит, и в немощи даже распят. Но пришел момент, когда он умер, как обыкновенный человек. Но не учел дьявол, что его божественная сила жизни, его славное воскресение, расторгнет узы ада и смерти. И войдет этот славный победитель в необыкновенной власти и силе своей, имеющей державу, имеющей власть и над смертью, и над адом. И победит, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому, буквально в нескольких словах, и мы будем молиться, хотелось бы обратить ваше внимание, друзья мои, что слава, явленная Богом, слава в этом суровом акте его жертвоприношения на Голгофском кресте, но там есть слава, там есть особая красота. И мне бы хотелось обратить ваше внимание, Исайя 52, 14, говорится так, «Как многие изумлялись, смотря на тебя». Изумлялись дословно, это поражены ужасом были, страхом. Как многие были поражены ужасом, как многие были поражены страхом. Смотря на тебя, сколько было безображен паче всякого человека, лик его и вид его, паче сынов человеческих. Почему Бог избрал такой вид смерти? Это была плата, мои дорогие друзья, это была плата. Просто другой цены не существовало, чтобы заплатить за наш выкуп, за наше спасение. Поэтому он, такова цена, и он уплатил эту цену, за что слава нашему Господу. Поэтому крест не украшение, не амулет, не идол, крест как раз это та цена, которая нужна была для нас, ради нас, чтобы подарить нам спасение. И уплачена она была великой благостью Божией, любовью Его. Да будет имя Господне благословено. Поэтому Павел говорит, что я не желаю хвалиться, кроме этого, оплачена. Итак, слава в Его мучении, слава в Его унижении. И была надпись вины Его, царь Иудейский, мы читаем, 15-26. С Ним распили двух разбойников. Вы обратите внимание, друзья, что вися на Колговском кресте, наш Господь Иисус, вот, до этого избитый, значит, избичеванный, исполосано все его тело этими плетьями, бичами, кровоточило, на голове терновый венок, по руками ногам пронзенный. Он опухшие уста, заплывшие кровью глаза. Он висел. Кажется, ну, не может, у нормального человека не может не вызвать сострадание такой вид. Но вместо того, чтобы хоть чуть-чуть посочувствовать, посострадать, они не оставляют его враги, не оставляют его в покое, когда он даже на кресте находится. Ну, оставьте его. Ну, смотрите, что говорится. Распяли с ним двух разбойников. Значит, под проходящие его злословили его. К злодеям причтен, да. Злословили его, кивая головами и говоря, э, это по-нашему, тьфу, значит, вот так сплевывая, разрушающий храм и в три дня созидающий. Спаси самого себя и сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, насмехаясь, дословно, издевались, глумились, говорили друг другу, других спасал. И это ввиду вот этих ужасных страданий, ввиду себя люди, которые призваны помогать, сострадать, которые призваны вести людей к Богу и открывать его благость. Это говорят люди, так, ввиду, да даже если бы он был самый страшный бандит и разбойник, но он же человек. Даже Пилат обращается после бичевания, это человек. Ну, по-человечески к нему уже надо обращаться. А нет, что может сделать зло? Как грех ожесточает человеческое сердце? Каким его делает ужасным это сердце, страшным? Как нужно бояться греха? Как нужно бояться греха? Я хотел бы, друзья мои, обратить внимание, что наша реакция, человеческая реакция на крест открывает подлинное состояние человеческого сердца. Они так вели себя, потому что таково было их сердце, таков был их характер. Это страшно, но это факт. Это факт. Где же слава в таком унижении? Если так он унижен, в чем же слава заключается? Слава заключается в том, заключается именно в том факте, в том факте, что несмотря на их ненависть, на их насмешки, на их отношение к нему, он умер. за них. Он умер за нас. Он умер за всех нас. Такое отношение не остановило Господа. Такое отношение не ожесточило его. Он умер за нас. Слава нашему Богу! В этом его слава, в этом его красота. Мне бы хотелось, друзья, перед тем, как мы будем молиться, еще буквально несколько слов. О славе в его смерти. Когда он умер, когда закончились последние его дыхания, и написано, он сказал, слово совершилось. Воскликнул, провозгласил это слово. Это значит, что сделано, уплочено, завершено то, что его дело, которое он совершил. Его смерть – это поражение сатаны. А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял оно и дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Итак, его смерть – это поражение сатаны. Его смерть – это поражение греха. 9.26 евреям. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Итак, поражение сатаны произошло, поражение греха произошло. Третье. Его смерть – уничтожение преграды, страшной преграды, пропасти между человеком и Богом. Когда-то Иов жаловался и говорил, что между мною и Богом нет посредника, который бы положил руки на обеих нас, руку свою на обеих нас, чтобы он положил. Но Новый Завет говорит, действительно, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком. Там не было, а у нас есть этот посредник, который полагает руку на твою голову и полагает руку туда, к престолу Божию, перед Отцом Небесным и становится этим связывающим, вот этим звеном, этим мостом между нами и Богом. Преграда удалена, мы примирены с Богом, судьей всей земли благодаря Голгофской жертве. Аллилуйя! А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко стали близкие кровью Христовой. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Да будет имя Господне благословенно! Конечно, друзья мои, мы поблагодарим нашего Господа, прославим Его. Давайте встанем, вознесем хвалу Тому, Который умер за нас и Который стал всем для нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала Тебе, мой Бог! Аллилуйя! Благодарение страдалец наш дорогой, пастырь добрый, Ты совершил великое и неповторимое, непостижимое для разума человеческого. Ты совершил, Господь, победу над дьяволом, победу над грехом, Ты разрушил преграду, Ты примирил нас с Отцом Небесным.